Все, поехали. Всем привет. Сегодня у нас 6 ноября. Тема у нас «Доставка морем». Приступай. Всем привет. Наверное, со многим уже знаком. С кем-то, может быть, когда я познакомился. Сразу хочу сказать спасибо Денису большое за возможность выступить. Спасибо ребятам, кто Минск организовал. Круто было. Познакомились, пообщались. По крайней мере, для меня выходят все за рамки Киева, потому что таких встреч у меня раньше не было, как случилось в Минске. Классное общение. Каждый делает все по-разному. Все занимаемся одной и той же темой. Класс, молодцы. Вы зародили такую, я уверен, традицию раз в год встречаться в Минске. Круто у вас получилось. Очень рад за вас, за нас. Ну и по сегодняшней теме. Начнем. Ничего такого сложного, в принципе, о чем-то таком прям сверхъестественном говорить сегодня не будем. Все очень просто. Никаких там терминологий, никаких там всяких сертификатов и так далее. Это все обсуждать не будем. Просто поговорим о самых простых вещах. Так, чтобы никто не заснул и всем было интересно. И, возможно, что-то, кто-то будет применять в своем бизнесе, скажем так. Кто я, собственно, такой? Меня зовут Игорь. Я занимаюсь, в первую очередь, Амазонами. Я являюсь Амазон-предпринимателем. Мой первый товар впервые поступил на Амазон больше двух лет назад. Много всего прошел, много всего попробовал. Двигаюсь там... Вижу картину так, как я ее вижу. Двигаюсь там какой-то своей моделью. Больше 10 товаров у меня на Амазоне. Есть некоторые товары бестселлеры. Был и успешный опыт, и неуспешный. Ну, в общем, все как всегда, как у всех. То есть, в первую очередь, я Амазон-предприниматель. Ну, и, собственно, кто мы такие, и как мы возникли в плоскости перевозок. В данный момент, сегодня я представляю проект RDFBA. Этот проект возник на основе компании RDLogistics. Это ребята, которые десятилетия работают в данном бизнесе. Скажу так, зубры. Зубры в этом деле. Почему, собственно, возник вот такой вот проект перевозок RDFBA? Все, мы, все, кто занимается private label'ом, в какой-то момент очень сильно наелись проблемами перевозок. Проблемами с китайцами, проблемами с стоимостями, с ответами, со скоростью ответов на вопросы. Ну, как-то так складывается, что складывалось ранее, что вот отправляешь груз, не знаешь, там, где он находится, чего с ним происходит, где он застрял, по какой причине он застрял где-то, как это решать. Ну, в общем, как-то так сложилось, что действительно имели очень много проблем. Я, в том числе, да и, в принципе, вот сообщество национальщиков, ну, как-то вот проблематично, поскольку. Сидели мы, как-то думали, 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 и вот придумали просто создать свой сервис. В чем наш самый большой, большой изюм, как мне кажется, на сегодняшний день, что из троих основателей данного проекта двое являются активными продавцами на Амазон. Это я и вот один из моих партнеров, Виталий Саврига. Ну, это вообще человек, у которого там такие масштабы на Амазоне серьезные, не буду о них говорить. Виталик, может быть, сам когда-то о них расскажет, но там действительно очень серьезный бизнес, именно вот, качественный на Амазоне. Сидели мы подумали, решили создать сервис так, чтобы качество, ну, так, чтобы качество не зависело от стоимости, скажем. Пытаемся дать лучше цены, пытаемся, чтобы качество было на высоком уровне, потому что мы знаем те запросы, которые требуют обычный Амазон предприниматель. Мы, собственно, так и хотим двигаться, дать именно то, что ему нужно. Плюс у нас будут и есть уже свои всякие, скажем так, пирожки, которые, ну, пока что я не слышал, чтобы на сегодняшний день какие-то другие форвардеры предоставляли такое. И, собственно, ну, это вы уже узнаете, если вдруг когда-нибудь будем с вами работать. Очень много приятного, очень много полезного, интересного можно получить именно с нами. Пока что такого нет ни у кого, но в дальнейшем, я думаю, что такие услуги, которые даем мы, они появятся у многих. Вот как-то вот вкратце рассказал, кто мы и почему мы, и давайте переходить именно к сегодняшней теме нашего разговора. к этому распространению перевозка. Еще у нас есть группа и сайт, одну секундочку скажу. Те, кто не зарегистрироваться, а те, кто пришлют через форму на сайте у нас заявку на просчет до конца этого месяца. И этой заявкой они воспользуются. То есть мало того, чтобы мы прислали заявку на просчет, а еще и повезли с нами товар морем, мы будем проводить розыгрыш. Победитель получит 500 долларов, купон на 500 долларов на услуги нашего сервиса. Вот, можно этим делом пользоваться, просчитывайтесь, кто-то выиграет, кому-то сильно повезет. Это уже теперь все отступление, и давайте по сегодняшнему. Расскажу, как мы работаем просто по моделям моря. Вкратце все просто, где-то чем-то, может быть, кому-то что-то будет полезно. С чего все начинается? Создаем шипмент план. Создали шипмент план, и там, конечно же, по шипмент планам есть куча всяких моментов по оптимизации этого дела. Там прям можно отдельный вебинар сделать, я думаю. Или мануал какой-то я выложу вот у нас в группе. Есть там штуки, на которые обратить внимание, но это будет очень долго, поэтому останавливаться на этом не будем. Скорее всего, просто в нашей группе положу мануал и в вашей группе передам. Ну, как-то это... Шипмент план создали, имеем точку назначения, куда нам нужно доставить товар. Товар готов у поставщика. Первая часть, вот которая... Первый отрезочек, скажем так, этот товар от поставщика должен у нас каким-то образом приехать на наш склад. Приехать на наш склад, да, все верно. Этот отрезок называется пикап. Два варианта, кто его и как может делать. Вот. Пикап можем делать мы, то есть, когда товар полностью готов, наш агент в Китае связывается с поставщиком и забирает, собственно, товар. И второй вариант, что вы можете работать по системе ФОП. Это когда поставщик должен обязуется создать... произвести товар и привезти его на наш склад, на склад перевозчика. Тут на что стоит обратить внимание, что всегда лучше запрашивать две цены. Цену ФОП и цену X-Works у поставщика. X-Works это модель, когда поставщик обязан просто произвести товар, и на этом, собственно, все. То есть, уже транспортная компания занимается тем, чтобы забрать товар у вашего поставщика. Цены нужно сравнивать и выбирать ту цену, которая будет самая дешевая для вас. Также, на что тут стоит обратить внимание, что если вы работаете с поставщиком на условиях ФОП, то они очень часто хитрят. И прямо в инвойсе пишут, мол, там, цена 2000 долларов за партию товара, условия ФОП – шэнь-жэнь. Ну, ФОП – шэнь-жэнь, они довольно-таки часто указывают очень мелким шрифтом, и по незнанию, ну, человек видит там условия ФОП. Отлично, мне подходит. Поставщик же, он же хитрый, он же китаец, он указывает ФОП – шэнь-жэнь, потому что он находится рядом с шэнь-жэнем, ему там ничего не стоит, грубо говоря, довести товар до шэнь-жэнь. И когда выясняется, что ваш товар готов к отправке, и вы вот общаетесь с форвардером, с перевозчиком, насчет того места, откуда он будет уходить этот товар, не факт, что он будет уходить из Шэнь-жэнь. Перевозчик, например, там, ему удобнее и дешевле для вас предложить сервис, допустим, из Гуанжоу. Вы в то же время спокойненько пишете вашему производителю «Дорогой, привези мой товар в Гуанжоу», на что очень легко, у меня такие случаи были, китайцы начинают давать заднюю, и, мол, говорить нет. У нас условия были прописаны, вот, и мы их везем только вот в Шэнь-жэнь. Часто бывает такое, что люди на этом попадаются, просто вроде бы как работают на условиях ФОП, и в то же время платят еще и за ПК, потому что поставщик упирается, ему не выгодно, идти там в товар куда-то, куда-то далеко скачем. То есть на этот момент нужно обращать внимание и все это дело просчитывать. Что выгоднее, работать X-Works и платить отдельно за ПК перевозчику, либо же работать на условиях ФОП с перевозчиком, если так выгоднее, ой, с поставщиком, извините, если так выгоднее, то этот момент лучше проговаривать касательно мест, куда они могут довезти. Чем больше, тем лучше. Если поставщик может работать на условиях ФОП и привозить ваш товар в Шэнь-жэнь, в Шанхай, в Гуанчжоу, это он вам подтверждает в тот момент, когда вы делаете заказ партии, это классно, да, если это выгодно вам финансово, то вот это круто, на этот момент нужно обращать внимание, тогда проблем не будет и двойных там никаких оплат. Идем дальше по цепочке. Товар готов, вроде бы с пикапом разобрались, товар приезжает на, например, на наш склад. На наш склад, у нас три склада, это может быть опять-таки Шэнь-жэнь, это может быть Шанхай и это может быть Нингмо. Мы плаваем на сегодняшний день вот с трех складов. Когда ваш товар попадает к нам на склад, мы обязательно все это дело смотрим, в каком состоянии приходят коробки. Опять-таки поставщики пытаются экономить на мостом и даже на коробках могут паковать в транспортные коробки некачественный картон, коробки рвутся и уже к нам на склад они приходят, вот бывает такое, что уже не в хорошем виде, скажем так. Все это дело мы перепаковываем, все это дело мы обматываем пленочкой, чтобы во время транзита товар имел максимальную защиту и в итоге на Амазон, чтобы он попал в нормальном, качественном виде без урона, без ущерб. Товар мы перепаковываем, дальше работаем с документами. Затамаживается это дело все, получаются инвойсы от ваших поставщиков, также поставщики, как правило, просят буквально сразу же документы на возврат НДС. Все это делаем, пару дней это буквально все занимает, контейнер загружается у нас на складе, после чего отправляется в порт, грузится на суд. То есть уже нужно обратить, что вот момент пикапа плюс работа с товаром, загрузка контейнера, загрузка на судно, это уже занимает какое-то время. Поэтому, когда мы говорим, вернее, когда вы задаете вопросы, сколько по времени занимает доставка морем на Амазон, лучше разобраться в этих моментах вам самостоятельно, чтобы потом не вестись на вот эти вот рекламные китайские всякие штучки, а-ля мы товар везем на Амазон за 14 дней, и все, это быстрее, чем мы. Нет, есть в любом случае определенные процессы, и как бы неважно, кто перевозит, но перепрыгнуть эти процессы просто невозможно. Поэтому пикап занимает время, вы должны это понимать, что товар несколько дней может ехать до склада перевозчика, иногда, если это какие-то отдаленные районы, он может и неделю ехать. Работа с перевозкой этого, загрузка контейнера, все это занимает время, и в лучшем случае это занимает неделю. То есть на это нужно ориентироваться. Когда контейнер загружен, и уже происходит сюда выход, вот это, собственно, называется транзитное, то, о котором говорят китайцы, что мы восемь товар из Китая в ЛА за 14 дней. Они говорят именно о транзитном времени самого судна. Действительно, сейчас, на сегодняшний день, судно плывет из Китая в ЛА 13-14 дней. Это очень быстро. И поэтому, особенно, если правильно создать шипмент, если, вернее, тоже, если Seller Central дает возможность там немножко пооптимизировать, пообманывать Amazon с шипментами, то лучше это делать на ЛА, и вы сэкономите кучу времени на транзит вашего товара. Мы плаваем на сегодняшний день как в ЛА, действительно, за этих же 14 дней, так мы и плаваем в Хьюстон. Товары, которые идут на Вест-Кост, мы, конечно же, собираем их в контейнере, которые идут на ЛА. Ну, это оптимизация, это все понятно. Очень много товаров и заявок нам приходит именно на Даллас. У очень многих в аккаунтах довольно-таки часто выдается доставка в Даллас при создании шипмента. На Даллас мы пока все-таки плывем на Хьюстон. Транзитное время там составляет порядка где-то 25, 24-27 дней. Ну, так обычно оно выходит 25. Мы вроде бы как на 10 дней, да, вот больше судно плывет на 10 дней, чем в ЛА, но тем не менее, мы потом на грамм-сервисе, на наземной, скажем так, доставке из порта на Амазон, мы экономим кучу времени. По той причине, что из Хьюстона до Даллас ехать всего больше 360 км. Еще огромный плюс я вижу в том, что товары не перегружаются, то есть коробки не перегружаются из машины в машину постоянно, но опять сохранность товара при перегрузках. Все знают, как могут грузчики перегружать товар. Поэтому чем меньше перегрузок, тем лучше, то есть в этом я тоже выделяю некоторые плюсы. То есть транзит у нас оптимизирован, мы плаваем либо в ЛА за 14 дней, либо мы плаваем в Хьюстон, это в зависимости от назначения, от назначения, куда Амазон выдал вам вместо назначения вашего товара. Да, вы его должны достать. Пока что видим тенденцию, что когда товары приходят в порт, постоянно мы попадаем в инспекцию. Сейчас как-то то ли это нам не везет, то ли это как-то серьезно так вот относится в данный момент времени таможня США. Все контейнеры наши, по крайней мере, пока что те, которые мы привезли, они попали на досмотр. Ничего страшного, все попроходили вообще без малейших проблем. Буквально это занимает сейчас. Досмотр у нас был последний в пятницу. Очень быстро документы предоставили, все посмотрели, растаможились, проблем абсолютно нет. После того, как товар растаможен, он попадает опять-таки еще раз к нам на склад уже по месту в США. Опять-таки может быть либо LA, либо это может быть Houston. На складе еще раз все товары полностью пересчитываются, все проверяется в зависимости от пэкинг-листа, что упаковалось, что у нас пришло, нигде ли ничего никто не потерял и так далее. Все перепроверяется. Возможно, если нужна политизация, мы политизируем это все дело. Если вдруг что-то поменялось у людей во время доставки, там как-то поняли, что лейбл не те наклеили, или там товар подзагнулся, решили его везти под новую вариацию. В общем, вариантов уже очень много у нас было, опыт уже такой есть. У клиентов у наших менялись там направления. Все можем абсолютно спокойно переклеить, перепаковать, если вдруг там что-то опять-таки во время этого транзита где-то с коробками не так случилось. Опять-таки можем все перепаковать, все переделать. И, собственно, назначает нам, запрашиваем, вернее, не назначает, мы запрашиваем дату доставки у Амазона по каждому товару, по каждому отдельному шипменту. И Амазон нам назначает дату, на какой день нам этот товар привезти на склад RPA. Все это вроде бы как быстро, буквально там день-два, и обычно товар попадает на Амазон. Но Амазон иногда бывает такой, вот любит переносить эти сроки. То есть там, привезите нам товар через три дня, и когда мы уже готовы его привезти на третий день, он говорит, а давайте немножко подождем и привезем его там еще через четыре дня. То есть такое бывает, на это нужно абсолютно нормально реагировать, но на Амазон мы никак не можем повлиять, как и никто другой не может повлиять. В принципе, мы на сегодняшний день стараемся возить, делать ground steps, то есть возить со своего склада на Амазон все-таки своими треками, своими автомобилями грузовыми, но иногда все-таки просчитываем так, чтобы это было оптимально по времени и по стоимости для клиента. То есть можем заказать и партнерскую доставку, если это выгоднее и быстрее. Также можем просто заказать экспресс-сервис, не партнерский, а вот просто там у FedEx, или у DHL, или у UPS заказать этот ground-сервис. То есть здесь довольно-таки гибко, гибко все просчитываем, и тогда уже принимаем решение, каким образом товар доедет, собственно, до Амазона. Плюсы, которые здесь можно выделить. Для любого Амазон-предпринимателя, в любом случае по модели работы с Китаем, морские перевозки на склады в ВВИ, это самый дешевый вариант. Как ни крути, это для всех нас катастрофически важно, потому что это все влияет на нашу маржинальность. И в любом случае, рано или поздно, даже все, кто начинают работать на Амазон, там с какими-то небольшими партиями, в любом случае, все рано или поздно приходят к работе моря. Это дешево, и это очень важно для нас. Минусы – это китайцы, потому что, если работать с китайским форвардером, там рано или поздно это закончится очень большими проблемами, все на себе это уже… Ну, очень многие, кто работает давно, на себе это уже почувствуют. И минус, ну, можно такое себе выделить – это сроки, потому что при работе морем идеальная модель – это когда у тебя там одна партия продается на Амазоне, следующая партия – она в производстве, и третья часть этого всего дела – вот в транзите она въедет на Амазон. То есть вот для меня, для моих товаров лично, я вижу, что этот вариант идеальным, но он требует немалых финансовых инвестиций, чтобы вот так вот это все дело построить. То есть здесь нужно планировать. Но в любом случае, еще раз повторюсь, что рано или поздно все придут к работе морем, особенно люди, у которых товары среднегабаритные и выше, потому что с мелкогабаритными товарами понятно, что если ты чехлы для айфона продаешь, чтобы загрузить там контейнер, это надо очень хорошо их продавать. То есть мелкие товары не всегда будут в любом случае работать с самолетами, а касательно вот товаров среднегабаритных и выше, то рано или поздно каждый придет к морскому фразу. Если процесс желательно понимать, тогда можно спокойно, качественно планировать свой бизнес и не иметь проблем с задержками, со сроками доставок. Вот как-то так, вот по такой мы модели сейчас двигаемся. Пока что все хорошо работает. Мы новая компания, мы недавно появились, но тем не менее из-за того, что цены мы даем хорошие, из-за того, что сервис мы стараемся давать хороший, буквально за последние чуть больше месяца мы отправили больше, по-моему, 7 40-футовых контейнеров. 7 40-футовых контейнеров у нас в совокупности ушло, уже 3 из них мы уже растам уже. То есть вот еще на подходе остальные 4, ну и продолжаем конвейером загружать все новые и новые товары. Отлично, отлично и просчитываются люди. Ну то есть видим уже, что это дело нравится клиентам и, собственно, у нас оно развивается. Ценообразование, как мы на сегодняшний день работаем. Pickup, если вы работаете не на условиях Xworks, а на условиях, вернее, если вы работаете на условиях FOP, то вы ничего не платите, если вы же работаете на условиях Xworks, пикап будет стоить 0,35 центов за килограмм. Это стандартная цена для Китая. Я бы очень хотел ее сделать дешевле, пока, к сожалению, не получается так, чтобы это было качественно и с товаром ничего не происходит. Переупаковка, вот то, что я говорил, если вдруг товар приходит после пикапа уже в ненормальном состоянии, переупаковка абсолютно бесплатная, коробки можем заменить, уголками усилить, чтобы там ничего не гнулось, не мялось. Затягиваем это все полиэтиленом, ну, в общем, все это абсолютно бесплатно. Фотографии даже клиентам показываем, как в итоге их товар погружен в контейнер, в каком виде. Транзит в море, плюс наземный транзит до Амазона, то есть на автомобилях, пока что у нас цена от 0,9 долларов за килограмм. Но это все дело в любом случае обсуждается индивидуально. Если какие-то там у кого-то супер большие грузы, то тариф будет абсолютно индивидуальный, в зависимости от товара, в зависимости от объема. И точно так же ставка пошлины. Очень часто в тариф 0,9 мы закладываем даже ставку пошлины, то есть растаможки товара. Но это только в тех случаях, если товар не попадает под повышенную ставку пошлины. Повышенная ставка пошлины, она от 17,6% от стоимости инвоз. То есть, если инвоз 10 тысяч долларов, то можем посчитать в 17,6% сумма получается такая, очень-очень маленькая. И вот эта ставка пошлина, она для нас сейчас так является очень большой проблемой. Сейчас вот чуть позже объясню, почему. Вот так мы формируем, собственно, цену. Ну, вроде бы, получается у нас хорошо, клиенты уже довольны. Дополнительно можем просчитывать страховку. Я, если честно, ни разу ни единого, не страховал свой груз за два года, вот сколько вожу товары на Амазон. Но такую услугу мы предоставить можем абсолютно без проблем. Там, по-моему, с национальной небольшая, если я не ошибаюсь, там 3% от инвоза. Ну, логисты наши могут посчитать, сейчас так точную цифру не назову, она в любом случае небольшая. Но те, кто сильно переживает за свой груз, могут страховаться. Ни в каких проблемах это вот как дополнительная услуга, она у нас тоже есть. Вот так вот у нас происходит ценообразование. Вроде бы все понятно прозрачно, поэтому можно двигаться дальше. И вот сложности, сложности, с которыми мы столкнулись на сегодняшний день, это моя такая очень большая боль. Вот сейчас попробую об этом, это все дело объяснить. Очень многим людям тяжело это понять, но тем не менее те, кто вникают, те, кто хотят разобраться, вот в этой теме разбираются и уже сами принимают решение, как им работать дальше на Амазон. Соткнулись мы с такой проблемой, что китайцы приучили людей работать следующим образом. Ты пишешь своему форвардеру, мол, сколько будет стоить доставка на Амазон. Он задает просто какие-то элементарные вопросы, а-ля там, как называется товар и какое количество у тебя товара, то есть сколько коробок и какой размер этих коробок. То есть на основании даже вот этих вот, вот этой вот небольшой информации китайцы сразу может выдать цену, там, я тебе даю полтора доллара за килограмм. Полтора доллара за килограмм, там может включать абсолютно все. То есть полностью все расходы, даже с уплатой налогов. Долго мы ломали себе голову, как это происходит, почему они так делают и так далее. И когда, собственно, картина стала мне ясна, у меня такое наступило полное понимание, что очень многие люди работают, там, годами на Амазон, пытаются строить свой бизнес, там, свой private label, свой какой-то узнаваемый бренд, и при этом люди абсолютно, абсолютно не задаются вопросом, не понимают и не интересуются, а на каких основаниях, то есть как товар был везен в США. И вот это очень большая проблема для нас. Потому что китайцы очень легко манипулируют, подменяют HS-коды для того, чтобы не платить повышенные ставки пошли. Очень часто те, кто вот возил раньше товары с китайцами, у них была такая штука, что, мол, если твой товар произведен из материала, из дерева или же из нейлона, полиэстера, они выставляли доплату на килограмм 0,35. Ну, это специальный материал, который облагается допналогом в США, поэтому твой тариф за килограмм полтора доллара, но при этом ты платишь еще 0,35 за материал. И тут, вот в этот момент, китайцы просто зарабатывали деньги на том, что люди не интересовались вот этими вот всеми нюансами. Китайцы занимаются подменой HS-кодов, то есть если вдруг товар, там какая-то, я не знаю, сумка для спортзала, она действительно из нейлона, в бэкинг-листе китайцы указывают, что эта сумка не из нейлона, а из катона, меняют HS-код, и вместо 17,6%, например, платят там какой-то обычный налог 5%. То есть с вас, вы заплатили, с вас китайцы потребовали там доп. расход на материал, и в то же время сделали подмену HS-кода, завезли ваш товар, так скажем, не совсем честно. Мы пытаемся все-таки работать по HS-кодам в светлую, но как бы не пытаемся, мы так и работаем. Мы не занимаемся подменой HS-кодов, многие называют это оптимизацией. Тяжело назвать это оптимизацией, когда ты отвечаешь за контейнер грузов, в которых 20 шиперов, то есть 20 Amazon-предпринимателей везут свои грузы. И вот ради экономии там на каком-то одном грузе, это даже экономия не для нас, а для ценообразования для клиента, подмена HS-кода, она грозит большими проблемами для всего контейнера. То есть может дойти даже до утилизации груза. Вот, поэтому с HS-кодами нужно быть очень-очень аккуратными. HS-коды нужно запрашивать у вашего поставщика. Ну и, собственно, нужно задавать вопросы вашим форвардерам, с кем вы работаете. То есть как товар будет растаможен. Лучше как бы иметь всю картину, скажем так. Потому что многие скажут, а зачем нам платить повышенную ставку пошлиной, если мы, если нам китайцы могут поменять HS-код и провести. Да, ну как бы до поры до времени это будет работать, но если вдруг когда-то станет проблема, контейнер станет на досмотр и вот такие вот штуки всплывут, скажем так, то это может очень плохо закончиться. В первую очередь для вас. Это может закончиться потерей денег, потерей партии, уходом в out of stock. Ну а в out of stock это сейчас очень большая проблема для всех. Вот, поэтому в любом случае принимать решение, как завозить товар в США, там, светлую, с полной уплатой налогов, или вот оптимизировать все эти цены, в любом случае, ну, это должно быть решением именно вот, именно вашим решением, именно амазон-предпринимателям решением, а не каким-то китайцам, который взял груз, а потом там, прошло 45 дней, груз непонятно где, где-то стоит на таможне, естественно, китайцы там ничего не отвечают на вопрос, если возникли какие-то проблемы. В общем, с этим нужно быть очень аккуратным, и за это нужно, в этом лучше разобраться, и за это нужно нести ответственность именно самостоятельно. Так, что еще здесь, что еще здесь можно обговорить по ставкам кошмара. Следующая такая штука, что, опять-таки, те, кто работает по модели private label, все, наверное, мечтают иметь там свой магазин в США, опознаваемый бренд в США, иметь там какую-то лояльную аудиторию, и возникает у нас вопрос, каким же образом мы можем конкурировать с нашими конкурентами на том же Амазоне, если мы вдруг, если вдруг мы не можем завести товар с уплатой полной ставки пошлин, даже если она повышенная. Ну, то есть наши конкуренты, если мы вот пересматриваем какой-то товар, наши конкуренты, скорее всего, это уже какие-то там, ну, может такое быть, что это какие-то уже маломальские бренды, что у них есть там уже какие-то обороты, какие-то продажи в США, возможно, кто-то из них продается в оффлайне уже. То есть, скорее всего, они уже заказывают какие-то там крупные партии, более или менее, может, контейнерами возят товар, может, десятками контейнеров. Скорее всего, они уплатят эти налоги без подмены аж расходов. То есть, ну, сейчас, на сегодняшний день, мне кажется, что необходимо вот все ставки пошлиных рассматривать еще при выборе товара. Потому что это все дело очень сильно влияет на маржинальность. Когда вот человек возил всегда товар там непонятно кем, непонятно за какие деньги, а потом выясняется, что его товар под повышенной ставкой пошлины, а он никогда этого не знал, и там бизнес уже разросся до того, что себестоимость партии там по инвойсу может составлять 50 тысяч долларов, а человеку еще, чтобы заплатить там все налоги, нужно заплатить 17-6 процентов. Волосы становятся дыбом у многих, и действительно, мы столкнулись с той проблемой, что люди даже не знают, что сколько, сколько нужно заплатить, чтобы поофициально ввести товар в США. Поэтому на это нужно обращать внимание обязательно, даже вот сейчас, если там кучу лет работаете с товаром, все равно я бы порекомендовал разобраться в этой теме, потому что не дай бог, не дай бог в будущем что-то случится, и проблемы будут очень большие. И опять-таки, вот был у нас уже один случай, я такого ранее не слышал, но один случай у нас уже был, это вот у моего партнера, у Виталия Касавриги, Amazon попросил предоставить документы, то есть на каком основании товар вообще попал в США. на сегодняшний день я не встречал там, чтобы у форвардеров, у перевозчиков было в привычке, чтобы выдавать пакет документов всем своим клиентам, на каком основании товар попал в США, как он растамаживался, что было уплачено, какие ставки пошлины были уплачены, то есть мы стараемся, мы не стараемся, мы в любом случае всем клиентам нашим выдаем пакет документов после того, как товар мы доставили на Amazon, все это можно себе складировать, архивировать, вдруг, мало ли, когда-то сложится такая ситуация, что вот действительно будет необходимость эти документы предоставить Amazon или еще кому-то, если вдруг вы будете там где-то как-то масштабироваться в США, то вот у вас всегда будут всегда будут документы подтверждения, что товар был везен в США абсолютно честно, легально, с уплатой всех налогов, без всяких махинаций, без подмены и так далее. Ну вот, как-то коротко, вроде бы, рассказал, о чем мы работаем, как мы работаем и куда мы будем двигаться. Наверное, по вопросам, если там есть какие-то вопросы, можем немножко пройтись? Да, Шерба, я открою туда. или тебе куда-нибудь показать лучше может быть. Сейчас, секундочку. Сейчас я открою, чтобы вся история была. Принц, достаточно подробно рассказал, у меня в принципе особо вопроса нет. Петр спрашивает, это код TNVED? Я просто в этом не разбираюсь, мне сложно сформулировать правильный вопрос, могу что-то неправильно сказать. Я, если честно, такого не слышал. Можно написать мне в личку, мы в любом случае разберемся. По крайней мере, у меня есть логисты, отдел логистов, это отдельный отдел в нашем офисе в Киеве. Если вдруг я так вот сразу на какой-то вопрос не смогу ответить, то я в любом случае на него ответ найду. поэтому я не совсем помню, пока это... Давай, давай, знаешь, как я тебе сделаю? Я тебе сейчас в Zoom попробую скинуть ссылочку, чтобы читал. Чат, 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 чат скину. А то просто такие технические моменты, в которых я не разбираюсь, могу просто неправильно сформулировать. Смысла особо никакого тогда в этом не будет. Я тебе скидываю в чат. Я пока расскажу, что такое. Ашескод, это классификатор, скажем так, классификатор на таможне в США. То есть именно по Ашескоду можно узнать ставку пошлины данного товара. То есть если мы говорим о сумке из нейлона, у нее будет один Ашескод. У сумки из скотона будет другой Ашескод. То есть это просто классификатор, который показывает процент, который нужно заплатить, чтобы товар с уплатой официальной пошлины попал в США на законных основаниях. Скажу. Вот, я тебе ссылочку скину, посмотри, пожалуйста. Чат внизу где? У себя. Да, я вот вижу, сейчас оно у меня открывается. Я просто там как раз все вопросы из Фейсбука, чтобы удобнее было. Тебя можно сейчас просто в Фейсбуке смотреть. в основном будут технические вопросы, по логистике я, к сожалению. Увидел? Да, сейчас открываем. Угу. Так. Кто выступает импортером в США, ваша компания? Да, это хороший вопрос, значит, что человек уже в теме разбирался. Импортером выступает действительно наша компания в США, проблем с этим никаким. Опять-таки, если даже вдруг еще на моменте в Китае, у меня было два случая, когда я запускал новые товары, и у меня китайцы, они не работали ранее на рынок США. Они просто не хотели абсолютно делать даже никакие инвойсы. Поэтому, если вдруг у вас такие проблемы, то за таможкой товара мы поможем, проблем никаких не будет. Значит, еще в Китае, ну, опять-таки, импортером в США, да, выступаем мы, вас это никак не будет касаться абсолютно. Брокер у нас тоже в США свой, поэтому, ну, да, у нас все в этом планировано, налажено. Сколько занимает времени таможенная очистка? Максим спрашивает. Максим, все сейчас как бы предельно просто. У нас все контейнеры пока что попадали до сегодняшнего дня под досмотр. Первый контейнер наш тестовый, он пришел сразу после Ирмы. В Хьюстоне, в порту там была жесть. Ну, в прямом смысле была очередь на досмотр. Там мы потеряли 10 дней. Сейчас вот мы за два дня прошли таможню, прошли досмотр. Проблем никаких, никаких. То есть сейчас это довольно-таки быстро. Если вдруг товар без досмотра проходит таможню в США по прибытию контейнера, без досмотра если проходит, то это вообще дело одного дня. Сегодня пришло, завтра уже все у нас на складе, все тут довольно-таки быстро. Так, идем дальше. Олег без вопросов. Классно, Олег, привет. Где искать HSCode? Хороший вопрос. Мы хотим эту базу HSCode, мы не хотим. Рано или поздно ее в любом случае повесим себе на сайт. Каждый человек сможет заходить на сайт, видеть полностью таблицу по всем HSCode. Но это действительно очень такая большая, очень большой пласт работы. Сейчас пока мы его еще пока, ну еще его не докрутили, скажем так, у себя на сайте. Мы это обязательно сделаем. Поэтому самый простой способ спросить HSCode, это найти в HSCode, это спросить его у поставщика, у китайцев. Каждый китаец, даже если вы работаете не с фабрикой, а с посредником, все абсолютно владеют информацией по HSCode. Ну проблем с этим нет. Есть у нас категория клиентов, которые принципиально не хотят заниматься тем, что они ищут HSCode. Опять-таки тоже с этим никаких проблем нет. Можно дать название товара, можно дать ссылку на Amazon, можно дать ссылку на похожие товары на Amazon. Наши брокеры все подскажут сами, все найдут, дадут информацию по поводу сертификации, если вдруг какая-то сертификация на товары нужна. Ну то есть в этом плане полностью поможем, если вдруг что-то где-то как-то непонятно с HSCode. Первое, что нужно сделать, обратиться к поставщику. Если поставщик по какой-то причине ответить не может, ну мы сами это сделаем, проблем в этом. HSCode США и Китая может быть разным. Да, он может быть разным, но опять-таки, если вы нам дадите то, с чего начинает работать, мы в любом случае всю информацию вам выдадим, какой HSCode правильный, какой HSCode неправильный, то есть все мы это расскажем. Они действительно могут разлиться, но проблемы в этом. Как выглядит HSCode? Спрашивает Евгений. Евгений HSCode это просто набор цифр. То есть там может быть, по-моему, 6, может быть 8 или 9 цифр. То есть это просто набор цифр. Ну, все очень просто. Сколько занимает, это я уже ответил. Теперь верхний берег. Верху, да, сверху вижу. Форвардер в США может дать консультацию по ввозу товаров, если отправлять с Украины. Правка авиафраг. Если вы отправляете с Украины, ну, как бы мы просто можем там, ну, вообще, смотрите, если вы отправляете мелкогабаритные грузы с Украины, ну, то есть ваши грузы небольшие, это там, ну, не знаю, 10 коробок, например, вы можете написать мне в личку, я смогу дать пирожок, скажем так. Так, UPS из Украины, я могу организовать 40% скидку на UPS из Украины. То есть это экспресс, это буквально 2-3 дня ваш товар уже на FBA, я могу организовать скидку 40%, напишите мне, пожалуйста, в личку, я расскажу, как эту скидку получить. Помимо Украины, еще какие-то другие страны есть? Вот сейчас мне товарищ про Вьетнам спрашивал там. Пока только в Украине есть вот у нас такой пирожок, поэтому, ну, кому из Киева нужно, ну, пожалуйста, без проблем, других пока таких штук нет, к сожалению. Ну, это, скажем так, личностный момент, поэтому вот, ну, я не отправляюсь из Украины, но куча ребят уже помог, у некоторых у нас объемы очень большие, и я смотрю, что эти 40% они, ну, сильно у людей повлияли на бизнес, особенно учитывая стоимости экспресс UPS. И экспресс UPS, да, вот хочу отметить, что из Украины он действительно 2-3 дня, и товар на Амазоне, иногда вот даже можно в пятницу отправить, в понедельник уже, уже на FBA все принято. Работают они действительно очень быстро, ну, вот, вот смогу, чем смогу, тем помогаю, скажем так. Если же у вас там какой-то крупногабаритный товар, и перевозчик там предлагает просто обычный, обычный фрахт, место на самолете, то тут уже нужно работать именно с вашим перевозчиком, скажем так. Мы можем помочь без проблем там предоставить вам информацию по поводу, по поводу, как везти правильно товар в США, там, что необходимо по документации, какие ставки пошлиных уплачивать. Но вывезти товар из Украины, скажем так, не экспрессом, а вот просто авиафрахтом, даже если там кто-то цену предлагает очень хорошую. Это не так просто, там нужно иметь договор между двумя юридическими лицами. Это украинская компания должна быть, и должна быть компания в США. И войсы, плюс там, ну, там куча всяких моментов, это не все так просто, поэтому, если мелкогабаритный груз, опять-таки, вот, помогаю через UPS, если там действительно какие-то большие объемы, то это лучше работать с вашим перевозчиком. Мы пока что из Украины вот не возим, ну, только UPS могу помочь, это все. Так, как называется ваша компания «Контакты в Киеве»? Наша компания называется «ArdiLogistics», проект, который заточен под Амазон, то есть это отдельный отдел людей, скажем так, называется «ArdiFPA». Сайт наш полностью под Амазон сделан, это «ardfpa.com», можете заходить, там есть форма заявки, ее можно присылать. И группа в Фейсбуке, «ArdiFPA», там мы постим всякую новую информацию, постим, будем постить и так далее. Так, Игорь, как часто у вас происходит отправка контейнера? Ну, вот, мы так запрягли сейчас очень-очень серьезно, может быть, эта сезонность сработала в том плане, что по четвертый квартал очень многие везли товары. Плюс, 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 вот сейчас уже последние у нас будут уходить, чтобы в декабре успеть, там непонятно, как Амазон в декабре будет оприходовать товары на FPA, вроде бы там письма всякие разные пишут, что те, кто не успеет привезти до первого декабря, мы упримем непонятно когда. Поэтому, ну, пока что у нас постоянно грузятся контейнеры, никто там долго никого не ожидает. Такие даже у нас сразу появились очень крупные клиенты, которые занимают сразу либо весь контейнер, либо 75% контейнера. Ну, то есть, сроки ожидания абсолютно невелики, это все можно присылать запросы мне, нашим логистам и, в принципе, информацию всю сразу получите, как долго будем закрывать ящик. Ну, то есть, всю информацию еще на стадии переговоров с нами вы уже можете получить, ну, и контролировать, скажем так, ваш бизнес, ваш процесс, сколько вам там по времени потратить приемлемо, чтобы вовремя товар пришел на Амазон. Пока что еще расскажу, но очень быстро загружаемся, проблем никаких, дальше посмотрим. Так, как быть, если у поставщика нет сертификата, я могу сделать его сам. Ну, да, вы можете сделать его сами, лаборатория, пожалуйста, обращайтесь, вам его делают. Но я бы посоветовал поставщика хотя бы половину стоимости за сертификат попробовать вернуть, скажем так. Потому что если вы, ну, вот, я столкнулся с подобной ситуацией, мне вот буквально недавно на товар нужно было оформить сертификат. У поставщика сертификата не было. Поставщик уперся, ну, как бы, тяжело было договориться, что мы делим это 50 на 50. Ну, я работаю на Амазоне вот как физлицо, да, у меня есть карточка Payoneer, у меня нет компании на сегодняшний день, которая была бы привязана к моему бренд-нейму на Амазоне. По сути, я на себя сертификат-то не могу оформить, я не юридическое лицо. Мне в любом случае, так или иначе, пришлось оформлять сертификат на моего поставщика. Причем даже не на поставщика, а на посредника. Потому что, ну, если вы знаете, то много, ну, на Алибабе очень много посредников. И не факт, что работаете именно с поставщиком напрямую. Вот, поэтому, ну, вот у меня была ситуация, что мне пришлось самому оформлять сертификат, но оформлять сертификат на тот завод, у которого я покупаю. Поэтому, да, такое действительно случается, но если вам товар интересен, если там действительно перспективный товар вы считаете, деваться от этого в любом случае некуда. Если товар требует сертификат, его нужно оформлять, все. Повести там какими-то путями в надежде на то, что без досмотра пройдет товар, но это нереально, особенно касаясь, если это МСДС сертификат, это нереально. Лучше переплатить, я потратил на эти сертификаты тысячу долларов, но можно спать спокойно, скажем так, поэтому поставщика нету, оформляйте сами. Это практика, да, применима, вот, лично даже на моем опыте она была применима. Так, как вы решаете вопросы с сертификатами, к примеру, если детские игрушки, муляжи, оружие? На любые товары, по сути, которые детские игрушки, которые там связаны с детьми, скажем так, самый главный сертификат это будет CPC сертификат. То есть это тот сертификат, который подтверждает материал, подтверждает материал изделия, что изделие не вредно для детей. Американцы и так там очень сильно намаханы на безвредности материалов, скажем так, то для детей, для таможни вообще-то разная рябка. Я тоже, опять-таки, являюсь продавцом игрушек, с этим сталкивался. Скажу так, в принципе, у производителей игрушек, у них уже, у китайских фабрик, очень много сертификатов. Но нужно быть аккуратным, потому что, а, у них сертификаты могут быть выданы там какими-то, например, 2000-ми годами очень давно, и, б, набор сертификатов может быть не весь необходим. Поэтому у перевозчика, перед тем, как принимать даже решение о том, что вы начинаете работать с этим товаром, нужно обязательно проконсультироваться, у перевозчика попросить, чтобы проконсультировался с токером в США, по HS-коду все проверить, необходимые сертификаты проверить, и тогда уже, собственно, принимать решение, идете или не идут. На детские игрушечные муляжи 100% нужен будет CPC-сертификат, поэтому вот уже это один из основных документов, то есть уже о нем можете говорить. А так, ну, дайте нам товар, мы посмотрим, попробуем максимально всю информацию дать необходимым по поводу сертификации. Но с детскими товарами нужно быть очень аккуратным. Нужна фирма, которая примет товар в США, мы привезем, это не проблема. Ну, тут, наверное, кто-то услуги уже свои продвигает, вот можете обращаться. Или я что-то неправильно понял, но, в общем, не знаю. Так, идем дальше. Какой домен вашего сайта не могу найти? Ardi, как слышим, так и пишем. A-R-D-I. Досылку потом, скинем, да и все, и главный пост я установлю. Дальше. Привет из Минска, тоже привет, был в Минске, классно у вас. Тоже интересует адрес сайта, уже решили. Ссылку на группу. Ну, сделаем, просто позже, все будет, не переживайте. Мы снимем груз на борт самолета. Да, это комментарий к прошлому вопросу. Да, действительно, все правильно. Без этого сертификата не примут даже груз на борт самолета. Это бордарейки, это всякие вот такие штуки. Поэтому этот вообще груз у нас... Не у нас, а в целом он считается опасным грузом. Поэтому, да, без этого сертификата, ну, то, что не растаможишься, даже не попадешь на самолет. На морские, на морские перевозки, опять-таки, такие, опять-таки, этот груз, он является опасным грузом. Перевозиться он может только с такими же товарами, то есть, ну, скажем так, какие-то сумки, какие-то там товары для кухни. Они не могут идти вместе в одном контейнере с товарами для, ну, там, с какими-то зарядками, с какими-то там девайсами, с зарядными устройствами. Они не могут идти. Поэтому тоже очень часто проблема, что у нас там один клиент из ста присылает запрос, мол, а привезите мне товар, там, Powerbank, например. Мы не можем его, к сожалению, взять, потому что, ну, очень долго мы будем ждать, пока, пока насобирается контейнер таких товаров. Как-то так показывает практика, что пока вот наши клиенты работают, ну, с какими-то более простыми товарами, без батарей там, и вот, ну, как-то их мы больше грузим. Касательно вот таких вот сложных товаров, которые там требуют MSDS сертификат, ну, нет клиентов. Поэтому, возможно, тут даже лучше, лучше сразу уже узнавать у поставщика, сможет ли поставщик порекомендовать там форвардера, или многие поставщики со своими работают, кто действительно специализируется на перевозке именно таких товаров. С ними не все так просто, даже не по сертификации, это даже не со стороны сертификации. С ними не так просто, потому что немного людей у нас возят этих товаров. Вот как-то так. Вот идея сайт с кодами. Да, этот сайт можно тоже использовать по ашескодам, все это дело проверять. Ашескоды – это очень важно, очень важно понимать, что там очень. Очень важно знать, к кому обратиться, проконсультироваться. Вот я, например, до того момента внятной информации не имел, теперь имею, я бы к тебе обратился. Да, я тоже, если честно, я никогда об этом не задумывался. Ну вот, я работал на оптимизацию. Я очень, ну, я, наверное, полтора года я работал, у меня была задача полностью оптимизировать весь процесс. То есть от Алибабы начинает, мы когда все пишем первый раз на Алибабу, да, мы скорее всего попадаем, на моем, по крайней мере, опыте, я в 99% случаев попадал всегда на какого-то посредника. В какой-то момент вот пришло развитие к тому, что мы взяли там своего человека в Китае, начали отправлять его на инспекцию. Такой сейчас будет как небольшой лавха. Наш человек, приезжая на инспекцию, то есть он русский, русскоязычный человек, но при этом он владеет китайским. Он приезжал на инспекцию, в какой-то момент мы поняли, что поставщик, вот наш а-ля поставщик с Алибабы, нас отправляет куда-то непонятно куда на инспекцию. Ну, то есть поставщик, я вроде как смотрю, он сидит там в Гуанжоу, например, у него офис. А на инспекцию он меня там куда-то отправляет вообще там, ну, какие-то там, ну, вообще непонятно куда. Как мы, собственно, раскрутили эту штуку? Все эти Алибабаевцы – это посредники. Они знают, где купить товар дешевле и заработать там своих доллар, два, три на каждом юните, продавая его на Алибабе. У них, у этих вот Алибабаевцев, я их так начал называть в какой-то момент, у них нет своего склада, нет смысла тратить деньги на то, чтобы там, когда ваш товар готов, ради инспекции, забрать его на складе у фабрики, привезти его там на какой-то склад к себе в город. Они этого не делают. Поэтому обращайте на этот момент внимание, если ваш поставщик сидит где-то в Гуанжоу, а вы, когда узнаете адрес инспекции, он там дает непонятно какой вам адрес, это означает, что он посредник. Вам в любом случае должно быть интересно взять своего инспектора и поставить ему задачу обойти этого посредника. Мы экономили так, я на одном товаре сэкономил, по-моему, 7 тысяч долларов на одной партии. Мой вот инспектор приехал на фабрику, а поставщик вот этот вот Алибабаевец, он не приехал на инспекцию. Просто по месту мой инспектор договорился работать напрямую с фабрикой, цена была там 7 долларов экономии на юнит. При том, что я потратил на переговоры там с кучей этих китайцев на Алибабе там, ну, наверное, месяца 3, товар был очень дорогой, я очень заморочился поиском поставщика. И не мог найти никого дешевле. Фабрика расположена непонятно где, там, в городе, в этом городишке, в этом селе. Нет ни ресторана, ни гостиницы, ничего. У фабрики нет даже счета. То есть люди ведут деятельность, но у них нет счета. Цена у них самая лучшая, в принципе, я лучше уже не находил, когда уже человеку просто ставил задачу ездить по Китаю и собирать фабрики, с которыми можно работать. Поэтому, ну, это такая штука, вот, я всегда стараюсь сразу же на запуске товара первым делом отправить на инспекцию своего человека, чтобы в дальнейшем не работать с посредником. Ну, опять-таки, посредник к посреднику рознь. Есть, например, такие посредники, у которых там, ну, минимальный свой заработок на партии, там, 200-300 долларов зарабатывают. И они свою работу выполняют так, что мне не жалко эти деньги заплатить. То есть я знаю, что товар будет качественный, я знаю, что товар будет вовремя. Ну, мне не за что переживать, там, 200-300 долларов на партии особой роли не играют, но я сплю спокойно. Вот, поэтому, ну, вот такая штука, как мы ее применяем. Ну, и очень часто экономим колоссальные деньги, если начать работать напрямую именно с фабрикой, а не с посредником, который сидит на липе. Таких там очень много. Вот так. Все, вопросы закончились? Ну, да. Ну что, тогда, 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 тогда. Ждем ваших вопросов в личку, ждем ваших вопросов у нас в группе. Максимально всем стараемся помочь. Мы такие же продавцы на Amazon, как и все тут собравшиеся, все, кто посмотрит это видео. От души стараемся сделать действительно хороший сервис с точки зрения, в первую очередь, вот обычного Amazon предпринимателя. Так что, до новых встреч. Будем ждать вас среди наших клиентов. Да, в этом, под этим видосом тогда скинь свои реквизиты все, хорошо? Да, спасибо. Чтобы можно было найти вас просто и без затей. Ну, в принципе, тогда все. Всем удачи, всем пока. Спасибо, кто пришел. Рад вам. До новых встреч. Все, давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok